В преддверии Дня защитника Отечества поздравляли всех, кто знает о войне не понаслышке. Благодаря отваге фронтовиков сегодня над нами мирное небо. Сотрудники Всероссийского детского центра «Орленок» прежде всего поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Чтобы фронтовики почувствовали заботу и внимание, орлята посетили их на дому, вручили цветы и памятные подарки. С тех пор прошло немало лет, но о доблести солдат ветераны вспоминают и сегодня. Нас после блокады вывозили и ряд красноармейцев стоял через Неву от берега до парома. И все солдаты в гимнастерках, в сапогах стояли в воде и переносили, нас передавали из рук в руки малышей. И каждый прижимал к себе и заливался слезами. И слезы, конечно, у нас от того, что нас чужие обнимают, а у них от того, что они вспоминают своих. Продолжением праздничного дня для фронтовиков стал вечер встречи с главонного Михайловского поселения Анатолием Русиным. Здесь для ветеранов звучали песни военных лет. Они от самых первых залпов и до победного майского сталюта через всю войну прошагали в боевом солдатском строю. Поздравляю всех их участников, не только участников войны, но и тружеников, всех тех, кто провал победу. Безусловно, нельзя здесь обойти в день этого российского праздника тех, кто был воином-интернационалистом горячих точек по всей стране. И кто сейчас отдает свой долг родине, служа в наших вооруженных силах. Дорогие мужчины, всех вас с праздником 23 февраля. Вы кто-то был, кто-то есть, кто-то будет защитниками Отечества. Но самое главное, чтобы у вас было здоровье и чтобы вы с гордостью, с честью и достойно вынесли или выдержали это гордое название защитник Отечества.